Книга открытым оком Автор Игнатий Тихонович Лапкин Мы продолжаем наше чтение пособия по Евангелию от Марка Урок номер 10 Евангелие от Марка, 14 глава, с 1 по 11 стих Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали пересыщенники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Когда он был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с салавастровым сосудом мира, из нарда чистого и драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сие отраты мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за триста динариев и раздать нищим. И рабтали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что с ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповеданной Евангелие себе в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. О празднике Пасхи опресноков мы читаем Исход, двенадцатая глава, с третьей по двадцатый стих. Скажите всему обществу Израилевых, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз. И пусть они хранятся у вас до четырнадцатого дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечера. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его, пусть будут чресла ваши припоясны, обувь в ваших ногах ваших и посохи в ваших руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетским произведу суд. Я Господь. И среда Израиля. Двадцать первого дня того же месяца. Семь дней не должен быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества израилевых, пришелец ли то или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании в вашем ешьте пресный хлеб. Также мы читаем книга Левит, 23 глава, 4 по 8 стих. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером Пасха Господня. И в пятнадцатый день того же месяца праздник опресников Господу. Семь дней ешьте опресники. В первый день, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в течение семи дней приносите жертвы Господу, в седьмой день, так же священное собрание, никакой работы не работайте. Мария разбила сосуд, вероятно горлышко было узкое. Помазание гостя считалось самым великим знаком почтения. Любовь всегда хочет дать другому самое лучшее, что имеет, и чем больше любовь, тем больше приносимая жертва. Не так ли у Бога? Евангелие от Иоанна 3,16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ефесянам 5,25 И живите в любви, как и Христос возлюбил нас, и предал Себя за нас, в приношении жертву Богу благоухание приятное. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за Нее. Галатам, 2 глава, 20 стих Интересно вдуматься во внутренний процесс, приведший Иуду к антипатии, а потом и к ненависти ко Христу. И вместе с тем, к развитию в нем самых низменных инстинктов. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 6 стих Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор, он имел при себе денежный ящик и носил, что туда пускали. Вероятно, он отвернулся от Христа, когда увидел, что те надежды, которые он имел, не сбываются, и что путь Христов не путь почета и славы земной, а тернистный путь Креста. Что могла? А мы? Терпеть, терять не есть напрасная потеря мира. Стих 4 Некоторые возникновали и говорили между собой, к чему сей отрата мира? Эти слова Христа, стих 6,8 Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете. Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мою к погребению. И заключающийся в них упрек косвенный, были для Иуды последней каплью в переполненную чашу. Деньги для Иуды на втором плане. Поступок Иуда влияет на тактику первосвященников и книжников. Они с радостью дают тридцать серебряников, исполняя тем самым, этим, сами не зная того, древние пророчества. Захария, 11 глава, с 12 по 13 стих И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне тридцать серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокой цена, в какую они оценили меня. И взял я тридцать серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. Иисус сказал, что я не могу. Евангелие от Марка, 14 глава, 12 по 25 стих В первый день опресников, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того, учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. «Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему, один за другим, «Не я ли? И другой, не я ли?» Он же сказал им в ответ, «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым сын человеческий предается. Лучше было бы тому человеку и не родиться». И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, едите, сие из тела мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им, «Сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая». «Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградным до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Удивительный факт, что Христос должен был умереть именно во время праздника Пасхи, когда ели агнца, чьей жизнью спасались израильтяне. Несмотря на то, что первосвященники первоначально не хотели этого, посылает двух. Евангелие от Луки, 22 глава, 8 стих мы читаем. «И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Иоанна, 13, 4 «Встал с вечерись, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался». Это показывает, что Господь совершил омовение ног ученикам в начале вечери, и что Иуда присутствовал при этом и дал Христу умыть ему ноги. Иуда вышел из комнаты после того, как принял из рук Христа обмакнутый в блюде кусок хлеба, что означало особый акт дружелюбия. «Была ночь и на дворе, и в его душе». Иоанна, 13, 3 «Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь». После ухода Иуды или же при нем совершает священный акт, который он завещает своим ученикам совершать до будущего пришествия его. Читаем Исход, 24 глава, с 3 по 8 стих. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали, «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых. «И послал юноши и сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу». Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. «И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих». Иеремия, 31 глава, с 31 по 34 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Дома Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из их земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат, брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомяну более». Евреям, 10 глава, 16 по 23 стих. «Вот завет, который я завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мысли их напишу их, и грехов их и беззакония их не вспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношения за них. И так, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полнотою верою, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Будем держаться исповеданное упование неуклонно, ибо верен обещавший. О каком дне говорится здесь? Стих 25. «Истинно, говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Почитаем пророчество Исаии, 25 глава, 6 по 8 стих. «И обращу на Тебя руку мою». Прошу прощения. 6 по 8 стих. «И сделает Господь Саваоф на Горесии для всех народов трапезу из тучных яств и трапезу из чистых вин, и стука костей, и самых чистых вин, и уничтожит на Горесии покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь». Евангелие от Марка, 14 глава, 26 по 42 стих. «И воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус, «Все вы собладнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы. По воскресенье же Моем Я предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему, «Если и все соблазнятся, но не Я, и говорит ему Иисус, «Истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Но Он еще с большим усилием говорил, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». То же и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и Он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил, «Авва, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты?» Возвращается и находит их спящим, и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог бы ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощно». И опять отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись опять, нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит третий раз и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете?» Кончено. Пришел час. Вот предается сын человеческий в руки грешников. Встаньте. Пойдем. Вот приблился предающий меня. Чудные прощальные речи Христа. Иоанна, 13 глава, 31 стих. Когда он вышел, Иисус сказал, «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем». 18 глава, 1 стих. «Сказав все, Иисус вышел с учениками своими за поток кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его». Пение псалмов «Халель» Псалом 114 по 117. Они пели вот эти псалмы. Но как уверен себе Петр в притче 16-18. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». О Борении. Матфея, 26 глава, 36 по 44 стих. Какие псалмы пели они? Халель. Псалом 114. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое. Преклонил ко мне ухо свое, потому что... Потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господня. Господи, избавь душу мою. Милости в Господе праведен, и милосердь Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я из немог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодействовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить перед лицом Господнем на земле живых. Псалом 115. Я веровал, и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь, что воздам Господу за все благодеяния его ко мне. Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу перед всем народом его. Дорога в очах Господних смерть святых его. О, Господи, я раб твой, я раб твой, и сын рабыни твоей. Ты разрешил узы мои, тебе принцу жертву хвалы, и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу перед всем народом его. Во дворах дома Господня посреди тебя Иерусалим. Аллилуйя. Хвалите Господа все народы, прославляйте его все племена, ибо велика милость его к нам и истина Господня вовек. Аллилуйя. Псалом 116 был. И Псалом 117. Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость его. Да скажет ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость его. Из тесноты возвал я Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господнем я не зложил их. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Господи, спаси же, о Господи, спасшествуй же. Благословен грядущий во имя Господне, благословяю вас из дома Господне. Бог Господь осеял нас, вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить тебя, ты, Бог мой, буду превзносить тебя. Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Как же уверен в себе Петр? Притча, 16 глава, 18 стих. По гибели предшествует гордость и падению надменность. О Борении. Матфея мы читаем, 26 глава, 36 по 44 стих. Потом приходит с ним Иисус на место, называемое Гефсимане, и говорит учникам, посидите тут, пока я пойду помолюсь там. И, взя с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и цисковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, отче мой, если возможно, да минует мне чаши сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящим и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плод же немощно. И еще, отойдя в другой раз, молился, говоря, отче мой, если не может чаши сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет водя твоя. И придя, находит их опять спящим, ибо у них глаза отяжелее. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Евангелие от Луки мы также читаем, 22 глава, 39 по 49 стих. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, и за ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на ввержение камней, преклонив, колени молился, говоря, «Отче, ой, если бы ты благоволил пронести чашу всю мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему, ангел с небес и укреплял его. И, находясь в болении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на зиму. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда он еще это говорил, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак, кого я поцелую, тот и есть. И Иисус же сказал ему, Иуда, целованием ли предаешь сыну человеческому? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударит ли нам мечом? И ужасную истину высказывает Христос словами. Теперь ваше время и власть мы. Евангелие от Луки, 22 глава, 53 стих. Наверное, все силы сатанинские устремились на него, чтобы поколебать его веру и его послушание. Но, наверное, самое ужасное было для него нести на себе грех мира. Иоанна, 1 глава, 29 стих. И на другой день видит Иоанн, идущий к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Он вынес один эту борьбу. Бывают духовные кризисы, к которым необходимо подготовиться молитвы, чтобы устоять. Времена, когда власть тьмы особенно интенсивна. В таких случаях нередко приходится бороться с необыкновенную духовную тупостью и неохотой молиться. Поддаться этой тупости значит облечь себя на поражение. Какая укоризна слова Христа? Симон, не Петр, который «Ты спишь? Ты не мог бодрствовать один час?» Не говорит ли Христос иногда и нам этого, быть может, по поводу утреннего чтения и молитвы? Евангелие от Марка, 14 глава, 43 по 52 стих. Мы продолжаем. И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от предосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». И, придя, тотчас подошел к нему и говорит, «Рави, рави!» и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч и ударил раба перед освященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудется Писание, будутся Писания». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Какая вопиющая несправедливость и торжество насилия! Как понятно восклицание учеников, «Не ударишь ли, не ударит ли нам мечом?» Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих. «Но Иисус остается спокойным и немедленно останавливает усердие Петра». Мы это читаем, Евангелие от Иоанна, 18 глава, 11 стих. «Но Иисус сказал Петру, «Ложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которые дал мне Отец?» Он сам не защищается и не допускает, чтобы его ученики силою защищали его. Он только упрекает стражников за насильственный способ задержания его». Матфея, 26 глава, 41 стих. Точнее, 55 стих. «В тот же час сказал Иисус народу, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня». Евангелие от Луки, 22 глава, 47 стих. «Когда же он говорил это, появился народ, и впереди его шел, один из двенадцати, называемый Иуда, и подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак, кого я поцелую, тот и есть». Евангелие от Иоанна, 18-3. «Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от предосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Царствие Божие воинствует и побеждает не таким оружием». Захария, 4 глава, 6 стих. «Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Зарвавелю, выражающее, не воинством и не силою, но Духом моим, говорит Господь Словов». 2 Конимфинам, 10 глава, 3 и 4 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом, но разрушение твердынь, ими не спровергаем за умыслы». Римлянам, 12 глава, 19 по 21 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, «Мне отомщение я вас дам, говорит Господь». Итак, если враг твой голден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Ефесянам, 4, 31. «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие, и со всякую злобую, да будут удалены от вас. Допустима ли самооборона и защита другого для христианина?» Матфея, 5, 39. «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другое». Полагают, что юношей этим, который убежал, был Иоанн-Марк. Деяние 12.12. И, осмотревшись, пришел к дому Марии Матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok